Наша родина начинается с границ, которые вы охраняете. Нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу, сказал президент Сурамбайджи Эйнбеков во время торжественного мероприятия, посвященного 27-й годовщине образования вооруженных сил и 20-й годовщине образования Государственной пограничной службы страны. Он отметил, что охрана госграниц очень сложная, но весьма почетная миссия, которая требует преданности своей отчизне, дальновидности и героизма. На мероприятие была отдана дань уважения 39 пограничникам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Подробности мероприятия у Джибек Шершенбиевой. Защита Отечества является самой главной почетной миссией и священным долгом каждого военнослужащего. Сегодня исполнилось 20 лет со дня образования пограничной службы. Ну а завтра 27-летие будет праздновать вооруженные силы Кыргызстана. За это время они прошли сложный путь становления. Военнослужащие вооруженных сил и пограничные службы республики несли огромный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. На сегодня наравне с мужчинами гордо несут свою службу и женщины, в числе которых мать четверых детей Кульфиниса Газеева, которая на протяжении 15 лет работает пограничником в Кадамчайском районе Баткенской области. Учитывая ее заслуги перед родиной в честь 20-й годовщины со дня образования этой службы, наша героиня получила именные числы от главы государства. Она отмечает, что эта награда стала для нее полной неожиданностью. Для меня честь работать пограничником и быть на страже границ, заявила одна, отметив, что если дети захотят пойти по ее стопам, то она не будет против. Быть пограничником для меня большая честь. Не только я рада этому, но и вся моя семья. Они гордятся мной, и я не ощущаю тяжести от работы, так как я влюблена в нее. Если мои дети захотят пойти по моим стопам и работать в вооруженных силах, то я не буду против, а наоборот готова их поддержать. Но Акбар Усенов на протяжении 10 лет на службе народа, 8 из которых он трудится в государственной пограничной службе. После службы в армии Акбар понял, что эта область ему близка. Я считаю, что любовь к родине у всех проявляется по-разному. Я, например, люблю свою родину, охраняя ее границы и спокойный сон граждан. Я горд тем, что нахожусь в рядах пограничников. Всех своих сослуживцев поздравляю с этой знаменательной датой, желая им здоровья, семейного благополучия и мирного дежурства. В честь двух знаковых событий в столице прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие главнокомандующий вооруженными силами страны Сорумба-Джейнбеков. Первым делом были вынесены государственный фланг и знамена двух военных структур страны. Вступая, президент Сорумба-Джейнбеков заявил, что наша родина начинается с границ, которые охраняют пограничники. Их славная история пишется усилиями рядовых офицеров и солдат. Мы отдаем дань 39 пограничникам, которые с честью выполнили свой долг и героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Он напомнил, что пограничники – это зеркало нашего государства. Их качественная работа послужит улучшению имиджа нашей страны, сказал он. Достойно выполняя свой священный долг перед Родиной, вы вносите огромный вклад в обеспечение мирной жизни для народа, в сохранение территориальной целостности страны, в укрепление наших границ. Свою жизнь и судьбу вы посвятили выполнению этого святого долга. Выражаю вам искреннюю благодарность за вашу достойную службу, за ваш патриотизм, за добросовестную и качественную работу. Президент, поздравляю военнослужащих, отметил, что на сегодня их авторитет полностью восстановлен, так как растет число молодежи по собственной воле, поспающих на военную службу. Достижений много, результаты хорошие, сказал он, добавив при этом, что работы по обеспечению военнослужащих жильем находятся под его личным контролем. Нас всех объединяет одна цель – строительство сильного и процветающего Кыргызстана. Здесь особая роль принадлежит вооруженным силам. Они будут оплотом Родины и ярким примером служения стране. Защита Родины – священный долг. Уверен, что вы будете служить достойно, приложив все усилия к тому, чтобы защитить Родину и обеспечить мирную жизнь и безопасность нашего народа. Мы никогда не забудем о подвиге наших воинов, погибших при исполнении своего воинского долга. Светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах. Еще раз поздравляю всех вас с праздником. Пусть вам всегда сопутствует успех в исполнении вашего ответственного долга. В этот день глава государства наградил отличившихся сотрудников именными часами, в числе которых есть Ахбек Ахмед Шарипов, который с 14 лет ходит в форме. Он кадровый военный, сейчас руководит войсковой частью 52-870 Куб Джангаки. Он отмечает, что самое главное качество для военнослужащего – это честь и отвага. Носить звание военнослужащего вооруженных сил страны для меня большая честь. Со времен учебы в Суаровском училище я ношу форму. Считаю, что для военнослужащих честь и достоинство, отвага и патриотизм должны стоять превыше всего. Очень рад, что мою работу высшее руководство государства оценило по достоинству. Я горд тем, что получил часы из рук главнокомандующего. Следует отметить, что за последние годы было значительно улучшено материально-техническое оснащение военнослужащих. Армия обеспечивается модернизированными моделями военной техники, а для сотрудников строятся дома. Так, в прошлом году для них были построены 9 домов, в которых всего 267 квартир, а пограничникам 4 дома – 96 квартирами. Тибек Шашамива, Бахтвек Мамацаев, Пирамида.